В школе, зимой в школе, летом с ними. А надоел я им там, когда пацаном пришел в георгий управления, яненьки, возьмите в партию. А я уже ко мне разбирался, ну, с 7 лет начал. А меня в отделе кадров уже там гоняли. Унеси в такой-то кабинет бумажку там, а там витрины везде у них были, я еще камни там смотрел, а потом Горшков Георгий Григорьевич, который начальник партии, пришел, но я еще не знал, а ему начальник отдела кадров говорит, заберите эту шкету, он говорит, все нам печенки съем. А он достает образец, говорит, определишь, возьму. А для меня это было, я тут же, он второй, третий, ну-ка пошли на второй этаж к витринам, я ему тут же беру коллектором. Я говорю, дяденька, только напишите школу, бумажку-то, что вы меня берете. Он, я тебе выпишу трудовую. Я к директору пришел, еще апрель месяц, а у них уже уезжать. Директор говорит, скажи, чтобы, куда тебе приехать, и все. А экстерном сдашь экзамены? Отпущу, тогда каждый год экзамены были. Ну, я думаю, о, все. А мамашу не говорю, а втихаря рюкзак собираю там, то да сего. А денег-то, думаю, а, хотел в геоуправление пойти, думаю, нафиг нужно. Пошел к брату матери и говорю, мама, денег просила занять, столько-то рублей, а я узнал, сколько до Златоуста доехали. Она тебе потом отдаст, я им записку дома написал, деньги отдаст брату, а меня еще в георазведку. Георазведку и удрал. Вдрал меня там на улице Сажина, 17, Златоусти. Машину ждал к этому. Липа цветет, Южный Урал, Таганай, сердце аж чуть из груди не вырывается. И тут недавно я ехал в этот самый Крым с семьей отдыхать на поезде. И как раз мимо Златоуста ночью я аж чуть не заревел, да кого не заревел, я уж реву, вспоминаю это все, ага, себя пацаном проводница на меня смотрит, все спит, что, говорит, с тобой. Я, говорит, а вот здесь вот я, пацаном, георазведку шел. Начал я рассказывать, она, говорит, первый раз такого дурака стрессовала. Ах, я говорю, у меня трое детей, двое нормальных, а один диолог. Поехали. Было красиво, да?